Пяточная шпора не является самостоятельным заболеванием, это последствия, получается, продольного плоскостопия. Как проявляется пяточная шпора? Боли в области пятки, пациент не может наступать. Боль возникает из-за того, что в местах прикрепления по неврозу пяточной кости, из-за нагрузки получается асептическое воспаление. Сама методика лечения пяточной шпоры – это комплексное лечение. Сюда входят физиопроцедуры, чаще всего это электрофорез, это ультразвук. Самая главная задача наша – это разгрузить свод стопы путем подбора ортопедических стелек. Разгружать свод нужно как поперечный, так же продольный свод. На первых этапах очень эффективны блокады, но они не являются базовым лечением пяточной шпоры. Используются они только в начале, только при первых симптомах и при первых проявлениях пяточной шпоры. Базовое лечение – это все же является четкой разгрузкой свода стопы подбором ортопедической стельки. Это массаж. Ну и в дальнейшем, когда симптоматика болевая отступает, значительно важны упражнения, лечебная физкультура. Часто задают такие вопросы. Эффективна ли волновая терапия при пяточной шпоре? Я сам наблюдал, пациенты говорили о том, что после приема ударно-волновой терапии четкая ремиссия, но затем, где-то, наверное, через пару месяцев опять обострение, которое попытаться купировать, наверное, очень тяжело. Используется также рентгенотерапия, но рентгенотерапия, она используется только в тех случаях, когда уже все остальные методы неэффективны. Я покажу, как на начальных этапах мы производим блокаду пяточной шпоры из-за того, что боли острые, и пациент мучительно все это переживает. Обрабатываем поле для введения инъекции. Раствор для инъекции сюда входит в местный анестетик. Также могут использоваться гормональные препараты, нестероидные, противовоспалительные. Процедура, не сказать, что вообще не болезненно, но определенный дискомфорт есть и боль есть. Но так, чтобы сказать, что просто в данной области кожа у нас плотная, поэтому вот этот первый этап прокола болезненный. Ну а дальше используется местный анестетик и процедура фактически безболезненная. Вводим первую дозу, получается, для того, чтобы в дальнейшем наши манипуляции были менее болезненны. Блокада используется только на начальных этапах, не является лечением. Присутствует эффект распирания, но это и вызывает определенный дискомфорт. Так. Присутствует позвольствия.